Рекулентная формула для отчисления чистого тела Ее вот тоже напоминает рекулентную формулу для чистого сына Давайте мы его сейчас проведем Ну и здесь мы можем выделить первый шаг И все наши разбиения мы можем разбить на несколько классов А именно, давайте рассмотрим ту часть в этих разбиениях То подможество, которое содержит наш антурс 1-й элемент Эта часть, конный антурс 1-й элемента, еще будет содержать Вот 2-й обозначенки Она будет, кроме антурс 1-й элемента, если его отнять То она будет содержать еще какие-то элементы Содержащиеся уже во множестве от единицы до R Сколько может быть элементов? Ну может быть любое число K элементов Где K может прибегать значение от нуля Потому что возможно, что он может просто состоит из одного Эта часть, когда каких-то элементов Остальных элементов может убрать не нужно Ну и K может принимать значение E Но это будет частным случаем, когда мы Вот это множество, которое содержит элемент антурс 1-й элемент Оно еще и содержит все остальные Тогда у нас будет разбиение только на одном Так что K может прибегать все значения от нулярда n Дальше, если мы берем любое число K То сколькими способами можно выбрать То сколькими способами можно выбрать А вот это множество, содержащие элемент антурс 1-й элемент Оно у нас равно C и Z и N Вот давайте зафиксируем какую-нибудь из этих То есть выберем конкретное K и выберем конкретное Модусо из K и N Ну и добавим какую-нибудь концепцию После этого у нас остается что? У нас остается тогда Из вот этих N элементов Остается то, что мы из них удалили К алиментов, что мы включены в это много Ну, когда мы из N элементов удаляем K алиментов У нас создается N-1 То есть получается множество N-1 И вот это множество мы теперь разбиваем На не крискающую множество 7 возможных способов У нас возникает такое разбиение Нашего N-1 элементного множества В нем мы выделили отдельно то множество, Которое содержит N-1 элемент Зафиксировали его А остальные множества выбирают по любой Каким мы хотим, с любым количеством Поскольку все остальные множества Образумится разбиение оставшихся N-1 элементов А по определению чисел стиль Количество способов выбрать оставшихся N-1 элементов У нас как раз ловно B-1 То получается, что количество разбиений Которые... У которых фиксировано множество N, задержащие N-1 элемент Вот, конечно, это множество одно и тост Ну, без К-1 элементов Количество таких разбиений у нас получается равно B-1 элемент Но число способов выбрать это множество Ну, я тут первый элемент в нем есть, а К-1 элемент выбирается среди первых К-1 элементов Количество способов выбрать это г-1 элементов У нас будет среди N-1 Поэтому, согласно правилам умножения У нас получается, что Если мы захотим посчитать Сколько у нас имеется разбиений Таких, что Умноженство N, содержащие элементы N-1 Содержит ровно K элементов Кроме его То вот таких разбиений у нас будет не Bn-2 А Bn-2 умножить на C из N-1 Потому что число способов выбрать это множество У нас C из N-1 А при выборе разных множеств Естественно, у нас будут разные разбиения Поэтому здесь работает правило умножения И в итоге получается, что Как я уже говорил Число способов разбить Число способов разбить Число разбиений нашего N-1 элементного множества Таких, что То множество, которое содержит N-1 элемент Содержит кроме него ровно K Таких разбиений будет ровно Но теперь мы вспоминаем Что K у нас может Принимать круглые значения От 0 до E И при выборе разных Да, у нас тут разное разбиение Но раз это множество Содержит N-1 состоит из разного числа элементов Это уже разное Естественно, можно применить правило сложить И сложиться Эти числа вместе Мы наконец-то получим Число всех возможных людей Потому что K И так все значения От 0 до E Но тут только есть небольшая Формальная Формальная Гробкость вот такая Что будет, если 2 равно B Тут будет связано по N-1 А здесь возникает число B от 0 А что такое B от 0? Так вот Удобно считать, что B от 0 равно 1 Тогда вот эта формула будет справедливой В противном случае Надо было писать формулу До N-1 А C из N по N, то есть 1 Добавлять 1 Все равно ее нужно добавлять Потому что в случае K Н возможно В случае K равно N возможно Это значит, что мы рассматриваем Все разлиения, в которых Кроме N, то есть 1 элемента Еще 10 N элементов А это то, как мы такое разберем Но, конечно, надо учить Мы, почему мы здесь В этой формуле Учитывали, потому что По определению Мы решили Считать, что B от 0 равно 1 Тогда получается вот такая И по-другому Можно, например, написать так Здесь Bg поставить А N-g поставить Это просто Но в другом порядке Сумнируем Более того Он может Место N-k Поставить К Потому что C из N по K И C из N по N-k Это Более того Более того Форму Можно Написать В разных вариантах Но результат Более того 1 А Вот такая Этулентная Формула Получается Она позволяет нам Если Мы знаем Последователь Тисел Более того И так далее В N То Умножая их На Соответствующие Бенемиальные коэффициенты И Получаем Тисел Первое число D Вот Эту Замечательную формулу Если Верить Четвертом Томе Кнут Как Известно Кнут Написал Четыре Тома Книг Под названием Из пункта Программирования Но надо сказать Что В этих домах Почти везде Речь идет о математике Ну Программирование Там тоже Но В этих его книгах Вы не найдете Никакого Описания Какого-нибудь Алгоритмического Языка Нет Там Ни Си Плюс Ни Джавус А математики Там очень Думан И Вот В этом Четвертом Томе Есть И Надо сказать Что Довольно Забавно Что Действительно Японии Единственным образом Вот Эта задача Разбиения Тюметров На Кучки Действительно Вызывала Интерес Потому что Издание Тоже кажется 18 века В японском Издании Книги Книги Которые Называются Повести О Примце Гензи По-русски Называется Гензи Моногатари Ну и Эта книга Это Классическая 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 Роман Японский Написанный Если Верить Японской Хронологии В 11 веке Придворной Дамой Но Это Тоже Достоверно Неизвестно Она Не написала Этот роман Он Переведен И на английский И на русский И здесь Русское Издание Так вот В одном из японских Изданий 54 главы Этого Романа Нумерованы Так Первые И последние главы Они не имели Вот этих картинок А 52 главы Вместо Номера И рядом с номером Была Нарисована Вот такая Картинка Пять Кружочков Которые Неким образом Разбиваются На части Так Так Вот Это Означает Что Число Белого В 5 Картинка Равно 52 То есть Имеется Ровно 50 Денки Картинки В 18 Веке Это От пункта Знания Картинка Картинка